Итак, всем привет, с вами Довгай, продолжаем играть за королевца Франции в Хэзер Редакс И в прошлой серии мы не так много сделали, прошли по политическим фокусам немножко Самое главное, промышленностью занялись, и вот сейчас уже выходим в ячейку исследований Затем закончим наши политические фокусы Собственно говоря, мы возрождаем королевство, но под... Что это получается? Старая династия, а не короткие Бонапарты Ну как старая, относительно В каком-то степени и новая И, собственно говоря, мы их закончим К этому моменту я не знаю, что будет, пройдет какое-то время уже, я думаю, несколько лет И подгощаем мы обязательно, я думаю, авиацию Флот, скорее всего, качать мы особо не будем, мне это неинтересно У нас есть достаточный флот, чтобы обеспечить на высадку Здесь, конечно, кстати говоря, координаты плюс 15% это очень сильно Это шанс попадания И так опять это тоже приятно Но не думаю, что этому есть необходимость Вот это там, скорее всего, есть, да И будем смотреть, что у нас там как получится Я бы еще хотел, конечно, танки сделать, потому что у нас бафы к танкам хорошие Но тоже как получится, что получится В целом, возможно, хотя бы какие-то бедненькие и худенькие танки Может и есть смысл сделать Что бафы есть Посмотрим Ну и что ж, поехали Кстати говоря, тут есть академия Академическое советочное, не академия И мы будем вместе тихих качать Да Это нам нужно Тихих качать это всегда солидно Дивизии развернули Давайте-ка будем теперь располагать здесь везде Чтобы снабжение они у нас нормально потребляли Ну и здесь уже все готово Давайте будем их тренировать сразу Потому что людей у нас не так мало В течение так много Проще снаряжение попереводить на то, чтобы они были элитными Насколько это возможно Здесь там пока еще рано качать Давайте дальше Ага, сюда пока не пойти Давайте танки чуть-чуть подключаем параллельно Ячейку мы взяли Я посмотрела, что тут есть по исследованию Ну вот есть бонусы на исследование бронетехники 50% Но я думаю Мы возьмем это попозже У нас еще до следующей техи далеко Поэтому мы уже и без бонуса Я думаю исследуем Не будем сильно сюда спешить А вот сюда Вполне себе есть смысл пройти Причем опять же Вот этот фокус впервые Потому что здесь стабильность недели 0.5 Это же безумно сильная Ну и политка тоже приятна Еще после последней фабрики Вот это вот будем уже строить военные заводы Потому что некоторые у нас ресурсы есть Я бы сказал основная часть И надо уже строить военную промышленность Потому что строить мы будем медленно А заводы нам Честно говоря военные нужны Ну прям очень Так вот подзастроимся Сначала на 60% Потом ракетки можно будет подзастроить Все-таки Именно ячейк у нас не так-то и много Берем себе на опыт армии Уже здесь военное командование Причем Я бы уже Позаполнял вот эти тоже ячейки В частности вот здесь наверное Тоже на опыт армии Потому что мне бы хотелось Все-таки доктрину подкачать К моменту войны И вот у нас третья фаза строительства Железной дороги Потихоньку мы ее завершаем Быстрее бы это сделать Все-таки это НП на это тратится Но потихоньку Потихоньку Подходит к концу И в теории Это нам должно дать нормальные бафы Так давайте посмотрим Что здесь дальше Нам куда стоит пойти Ну сути по всему Вот сюда Здесь опять же Не сильно полезные бафы Вот тут уж да Конечно 0.5 еще стабильности Давайте сразу вот сюда выйдем Максим фабрик Плюс 18% Странное число Возможно там просто еще где-то Будет баф сверху Краждацкая война в Испании Стартанула Можем ли мы кому-то помочь Да Значит нам нужно помочь кому-то Вот А так Будут плюсы чеки Будем еще строить Добрандельно военные заводы Но именно их Фабрик у нас плюс-минус Уже хватает Надо подумать Кого поддержать Я думаю Карлистов Они как-то выглядят Чуть-чуть Для нас повлекательнее Наверное Типа они еще чуть-чуть Ближе к нам Так что давайте К ним отправим Сколько можем отправить Одну дивизию Всего лишь Ну вот Ну так Одну А счет Аргентинный чили Куда-то мне подзывает Канада Против Вест Индия Давайте Да Почему бы Нет Я в теории Мог бы Военную экономику Поставить Но слишком Там мало Фабрик К сожалению Ладно Значит не поставим Блин И значит Это ошибка Потому что Мы сейчас Не сможем Нормально Добровольцев Раскидывать Надо Значит Нам как-то Сейчас Побыстренько С этим Разобраться Надо какую-то Выску Сделать Так Назначаем Генералов Назначаем Приказы У нас В принципе Есть Плот Чтобы получить Здесь Преимущество На море Плюс мы В теории Скорее всего Сможем Кого-то Здесь Найти Проход Но пока Нет Странно Ну ладно В любом случае Хотя бы Вот так Мы сможем Точно Я думаю А здесь Мы можем И вот таким Вот образом Сделать Приместив Плот Вот сюда Можем еще Подержать Корлистов Либо легитимное Правительство Но конечно Мы поддержим Корлистов Как я и говорил Пускай Наше Стреление Им поможет Плюс Наверное Есть смысл Туда Таше Отправить Как сможем Сразу же Отправим Не хватает Нам здесь Вот Преосходство В море Кстати Как Оттуда Дотянуть А ну Слушайте А мы Как будто И дотягиваем Зашло Откуда-то Идет Сражаться Вол А ну Все Мы можем Поплыли Французы Тут еще У металли Африки Начинается Война С Португалией У них Стабильность И говоря Отпала Я чувствую Скоро Металли Африки Все Минус 63 стабильности А по-моему При 60 И были проблемы Ну посмотрим Кстати говоря Мы Блин Бои начинаются Там Докуда Мы доплыть Не можем К сожалению Ну а здесь Мы тем временем Красим Провинции Здесь у нас Все тоже Отлично Давайте Тоже Покрасим Ну и Вроде Даже мы Без особых Проблем Раскапитулировать Вест Индию А Только Надо еще Вот здесь Вот Провинция Захватить Давайте Ка сюда Теперь Нужно Срочно Но Уже Оттуда Я думаю Точно Будет Все Как бы Пара Блин Все таки Мы очень Немало Так навоевали Точнее Как Очень много Высоток Сделали Так Мы сделали Все королевских Газетчиков Это было Вот Фокус Как раз Таки Нужна лояльность Либо Оппозиция Угроза Ага Стабильность 6 Либо Поддержка Войны Пошел Поддержка Войны Потому что Стабильность У нас Потихоньку Качаются Еженедельно Итак Предложение От Деголя Давайте Ведем Его В правительство Почему бы Нет Я говорил Вполне Возможно Я дам ему Постать И получить Власть Потом И нам Стоит Как я и говорил Тоже Любопытно Больше Интересно Что здесь Происходит Ага Вот что Происходит Капитуляция И что Нам 161 Алюминия Это нам Надо Забираем Здесь территория Здесь еще Есть что Я видел Здесь вот Нефть Нам нужна Нефть Обязательно Ну и На сдачу Острова Заберем Здесь острова Забирают Наши союзники Окей Самое главное Нам забрать Нефть И в целом Если нам Дадут Алюминий Забрать еще Здесь То мы конечно И его заберем Типа вот Таким вот Образом Хотя Как будто Мы сейчас И острова Сможем забрать Как будто Мы сейчас Все сможем Забрать Ну да Так и есть Это Приятная Неожиданность Алюминия Нам хватит На очень Теперь еще Долго Да и нефть Тоже Всегда приятно Ну и теперь Мы возвращаемся Всякая гражданская война В Испании Давайте снова Да туда надо Отправить Одного добровольца Снова мы Это Сделаем Причем Того же самого Парня Пускай он Накачивается Как и надо Война Получилась Быстрой И простой Так Тут еще У нас Вещь Обана Судьба Гаяна Да Я кстати говоря Тоже про это вспомнил Что это Было Нашей колонии Вот это Вот Территория Я могу путать Либо это Либо это Либо это Было британское Французское Либо наоборот Вот Неотъемлемая часть Франции Либо Администрация Неотъемлемая часть Франции На мой взгляд И будущее Иммиграции Ну-ка Я всегда Решитель наступала Против иммиграции Но сейчас Есть разногласия Выходцы Из латинских стран Некоторые Вообще Игнорируют Социальное прохождение Если они будут Ассимулированы И кто-то Хочет покончить Смотрите Это минус Людские ресурсы И минус Стабильность Ага Я бы сказал Что надо Принимать максимум Потому что Нам нужны Людские ресурсы Причем Максимально Судьба Протестантских Миссионеров Нас нужны В наших кораблях Восков Минус Людские ресурсы Либо плюс Стабильность За политку Да Давайте Политка В принципе Ногенерится Потихоньку Так Испанские Добровольцы Доехали Давайте Их на фронт Сразу же сюда Пускай они у нас Укрепляют Позиции Ну и будут Фармить опыт Я так понимаю В обороне Тоже нормально Масонство Все-таки Людские Я думаю Можем Немножко Порисковать Все говоря Про масонство У нас есть Какие-то Похожие Фокусы С этим Да Вот здесь Вот Ну допустим Пускай это будет Но я не уверен Насколько Это нам Нужно Вполне возможно Я поду Либо сюда Либо сюда Как нас здесь Выбивают Давайте мы Отойдем назад Чтобы здесь Укрепить позиции И восстановиться Благо Здесь баг Нас Не затронул Мы нормально Можем восстанавливать Дивизии Так здесь у нас Верховная команда У меня сейчас Шар-де-Голь Как раз таки Танковые дивизии Но я думаю Нам стоит сделать Вот эту На пехотную дивизию И на военопедренное население Все-таки Люди нам Блин Нужны А вот Приятный Фокус На еще Две фабрики Три даже Извините Это нам Надо Это у нас будет 28 фабрик Меньше чем Здесь Но слушайте Хотя бы мы Не так далеко От них держимся И нам обязательно Нужно будет ПТО добавить Но что у нас Его нету К стеклее Я начал уже делать Самолетики Не сильные Они такие себе Но чтобы хотя бы Заполнить воздух Пойдут И четвертая фаза Пошла Строительство Железной дороги Мы ее Скоро достроим Отлично Прицарь признает Комунну Неприятно Контроль за улицами Ага Ну это хорошо Притаившиеся Мистики Ага Альтизм Терпеть их Стабильность Политка Либо Плюс Политка Блин У нас стабильность Будет Так что нормально И мы за эту Как раз таки Политку Отправляем сюда Таше На которую Они не соглашаются Ладно Сейчас получаем Потом отправим Атташе Опять призывают Войну В этот раз С Непалом Господи Нет Нет Это того не стоит Вы сами Справитесь С Непалом А я тем временем Поформлю в Испании Что смогу В кубочках Я жду Пока нас будут Атаковать То они не спешат И сэр Кстати говоря Слушайте Я отправлю сюда Политку Потому что Это нам сейчас Даст баф Грома в Валжире Поощряйте их Либо Покончите С погромами Ага Ну слушайте Опять же Стабильность Можно взять Точнее Продать Потому что Мы сейчас Стабильность Получим А вот и баф Про который я говорил Это НП 15 ресурсов И объема Верфи Нам не нужны Скорость Строительство 30 Тоже У нас Только 14 Фабрик Что делаю Давайте Возьмем Этот Баф Он будет Поприятней Мы Кстати говоря Встали на Свободную Торговлю У нас Всех хватает Железа Но Железа Нам не Хватает На Корабли Корабли Мы можем Потерпеть Ой Нам приходят Инвестиции И сэра Кстати говоря Давайте Ко Вне Карты Фабрики Добавлять Все-таки Нормально И Слушайте Промышленность Солидная Солидная 29 17 Пойдет Берем Наконец-таки Плюс 05 Стабильности В неделю Парм Стабильности Будет Солидный А вот Разрыв С высокими Финансами Госконтроль О Две Фабрики Либо Популярность Нет Ну Две Фабрики Это Две Фабрики Блин Такое Брать Надо 34 У нас Уже Неплохо Мы Еще Больше Поднялись Еще Начинаем Немножко Делать Танки Тоже Не Самые Лучшие С Малой Улучшенной Пушкой Тут Кое Как Тут Кое Как Но Пойдет Пойдет С 8 8.1 Км скоростью Чтобы Под Собственно Говоря Ну 8 В час Они Где-то Шли Я думаю Нормально Будет А тут Еще Один Фокус На Промку Фабрика Вайна Завод Фабрика Вайна Завод По 2 Супер Слушайте Мы так Можем Ну Обогнать Вряд ли Но Догнать Францию Вполне Мы Очень Близки К ним Так Мы тут Агента Спасли И Давайте Теперь Сделаем 100% В скобочках Не получится Да Ну Ладно Давайте Теперь Внедрение ВВС Как я И говорил Поехали Эти Ребята Отправляются Новый На самом День Ивент Особо Не важно Но Давайте Боже Призов Спасти Францию Нам Нужна Поддержка Войны Потому Что В теории Да Так И Есть Это Наши Хотя Подожди Претендует Это Не Национальная Территория Блин Было Приятно Если Этот Баф Тут Работал И Это Было Логично Я решил Немножко Ленд Отправить В Испанию Все Так Нам Было Очень Полезно Если Испания Победила Нашего Которого Мы Вкладываем Как я и говорил У нас Людей Мало Решение Мы Хотя Бо Можем Кое Как Произвести Поэтому Пускай Хоть Как То Что До Не До До Ходит Говорится Так Ну И Это Все Мы Им Тоже Отправим Устаревшее Хоть Какое Но Это Мы Все Отправляем Будем Верить Что Подойдет И Поможет Потому Что Ну Отправляем Мы Неплохо Так Честно Говоря Главное Чтобы Они Успели Все Это Снаряжение Войска Засунуть Во-первых Пополнить Ой Очень неприятно Окружение Четыре дивизии Это Смертельно Для нас Это Прям Очень Очень Смертельно Для нас Нужно Отойти И дать Чтобы Эти Между собой Побольше Повоевали Мы К сожалению Как раз Таки Страна Небольшая Поэтому Мы Можем Травить Максимум Всего Лишь Одну Дивизию И Даже Без Какой Либо Авиации Потому что У нас В принципе Это И Нет Так Что Ну Мы Реально Не Можем Сильным Помогать Как Можем Где Тут Карлисты Еще Нормально Еще Могут Подержаться Пронт Будет Сейчас Уменьшаться Здесь Будет Чуть Проще Держаться И Эти Будут Больше Между Собой Воевать Плюс Наше Снаряжение Я думаю Шанс У нас Есть Все Перевернуть Битву У нас Появился Четвертый Агент Ура Товарищ Я вам Скажу На фоне Этого Во-первых Мы Нанимаем Сто процентов Этого Парня Сюда И Сейчас Наберем Здесь Полностью Шпионку Один Будет Сидеть Просто И Сохранять Ее Остальные Три Будут Воровать Что-нибудь Я Также Уже Изменил Дивизию Вот В такое Состояние Так Сюда Сюда Поставил Максимальный Приоритет Топ Сюда Доехала Артиллерия И Эта Дивизия Намного Эффективнее Сражалась Видите Атаки Побольше Стало Поприятнее Конечно Хотя Здесь Все равно Ну Так Себе Все Но Но Хотя Бо Мы Отбиваемся Отбиваемся Нормально В принципе Шансы У нас Все Еще Есть Такую Линию Фронта Держать Проще Плюс Здесь Очень Много Гор Единственное Что Мне Очень Не Нравится Это То Что Испанцы Продолжают Атаковать Вот Таким Вот Образом Просто Суицидальные Атаки Которые Не Несут Никакого Особо Толка Ну Надо Помогать Где Мы Сможем Хоть Как То Чтобы На себя Часть Урона Получать Кстати Тут Есть Кнопочка Завербовать Начальника Разведки Давайте Мы Это И Сделаем Как Я Про Нее Забыл Получим Пятого Шпиона Себе И Это Солидно Плюс Можно Будет Докачать Агентство И Пожалуй Дешифрование Хотя Пока Что Наверное Даже Не Нужно Оно Возможно Я Крашу Чертежи Качну Потому Что Я буду Сейчас Краш Чертежи Ну И Пока Хватит Здесь Мы Тоже Потихоньку Выходим К Концу Вот Этих Политфокусов Но Уже Сюда Идем У У нас Есть Очень Неиллюзорные Шансы Сейчас Пробиться Здесь И Ликвидировать Две дивизии Это будет Очень Важная Победа Да Итак Мы Сейчас Неплохо Так Здесь Побьем Их Дивизии Но Здесь Есть Угроза Другая Вот Этих Там Можем Побить Но Здесь Дивизии Больше И Добровольцев Отправляют Сюда Добровольцы Отправили Только Мы И Канада Это Мало Единственное Я рад Что Отправил Им Ленд Лиз Потому Что По-моему Они Увеличили Количество Действий Даже Если Нет То Как Минимум Они Ну Заполняют Их Нормально Хотя Мне кажется Увеличивают Значит Мы Делаем Это Не Зря Германия Дешифруем Будем Сейчас Пробовать Что-то Сделать Как-то С Их Дивизиями Здесь Давайте А потом Будем Восток Держать Наверное Итак Ну Ка Политку Отменить Обменять Мы Можем Так Что Каз От Революции Давайте Хотя Политка У нас Скоро В принципе Ну Никуда Ее Будет Девать По ощущениям Министров Мы Здесь Не Можем Менять Да Ну Ка Господи Как Много Ну Да Здесь Нам Не Сильно Нужно Все Хотя Ну Давайте Добавим Да Радио Опыта Потом А И На этом Все И Наша Необходимость Политки Единственное Потом Чтобы Корить Наша Территория Во Франции Захваченные Нужна Будет Политка Вроде Но Это Не Скоро Ну И Здесь Мы Потихоньку Сейчас Добиваем Вот Эти Дивизии Их Надо Все Так Рыцари Монахи Сент Круа Ага А я Где-то Видел Это Название Кагуляра Нет Слушайте Не То Наверное Да Нет Не То Необходимо Поощрять За стабильность Да Давайте О Нет Испанцы Нажали Атаку Вынужденную В принципе Враги Тоже Нажали Так Что Они Тоже Сейчас Сотрутся В порошок Но То Что Наши Ребята Мое Снаряжение Который Я им Дал Так Бездар Нас Сейчас Потеряют Мне Не Нравится Ну Что Поделаешь На Сам Деле Неплохо Мы Сейчас Здесь Можем Пробиться Хотя Тут Французские Танки Но Мы Пробиваем Так Нормально По Политкам Здесь Вот Что Мы Сделать Давайте Уже Сюда Дойдем Да Потихоньку Пробиваем Но Там Через О Вот Здесь Ну Сейчас Будем Короче Микрить И Потихоньку Что Пытаться Победить Еще Один Шпион Кстати Говоря Как Я Говорил Теперь Мы Делаем Вот Так И Раз У нас Появился Дополнитель Шпион Блин Нам Вот Это Вот Отправить Британию Там Тоже Сделать Сотку Но Ладно То есть То есть И Давайте Вот Сюда Вот Это Отправим И Не Знаю Можно Было Сюда В Теории Отправить Либо Еще Один Вариант Мы Можем Пойти Внедряться Не Знаю В Ну Кстати Пора Бы Нам На Сам Деле Доктрину Немножко Покачать В принципе Можно За Пятерку Вопрос Есть ли Здесь Еще Какие-то Скидки На Доктрину И Если Есть То Стоит Их Подождать Если Нет То Собственно Говоря Не Зачем И Ждать Но Я Не Вижу Скидок На Доктрину Следовательно Правильно Можно Качать Уже Следующую И С ней Она Будет Чуть Чуть Попроще Все Таки Мы Вкачали Здесь Противопилотки 10 Торги Это Полезно Итак Еще Один Эвентик Алжирские Скауты Мусульмане Стабильность На Политку Вообще Не вижу Проблем В том Чтобы Разрешить Пускай Делают Времене Мы Тут Делаем Две Операции Одновременно И В армию И Сейчас Будем Авиастроительные Чертежи Красть Весь С этим Я Начал Исследовать Все Что Мы Можем Исследовать Чтобы Если Вдруг У нас Был Позитивный Эффект Чтобы Нам Либо Дали Бонус К Исследованию Что Будет Нам Очень Приятно Либо Какую То Чеху Если Вдруг Она Там Есть Ну Кстати Говоря Потихоньку Заканчиваем Трех Фокусов Фактически Это Мне Нравится Там В принципе Неплохие Бафы Потихоньку И накачивать Себе Мэн Пауэр И Это Хорошо Вот Здесь Смотрите Ка Парни Атакуют И Вместе С Этим Еще Их Атакуют В итоге Мы Видим Вот Такое Вот Испарение Дивизии И Мне Это Тоже Нравится Более Того Сейчас У нас Есть Шанс Форсировать Реку Там Закрепиться А позже Попробовать И Обрезать Снабжение В принципе Не хуже Там Нет ЖД Но Как-то Они Все Рано Снабжаются Если Сюда Испанцы Закинут Какую-то Поддержку То Я Даже Ну Попробую Подрезать Их Но Единственное Я боюсь Чтобы Мне Здесь Сейчас Самого Не Обрезали А Это Возможно Испанцы Пожалуйста Прикройте Смотрите Ка Король Эдуард Во Францию Приехал Нормально Я Все Так Я Сюда Выйду Иначе Потом Проблемы Агенты Перешел В нашу Сторон И Поймали Приятно Так Сказ Сюда Мы Выйдем Давайте Можем А Нет Не Можем Срочно Помочь Здесь Испанцам Короче Говоря Сражаемся В Испании Как Можем Королевская Речь Принято Хорошо Плюс 5 Поддержки Войны Это Нам Надо Кстати Говоря Интересная Ситуация Образовалась Да Красный Это Почти Что В окружении И Будет Хотя Быть 4 Дивизии Красных Точно Есть Может И Больше Еще Нам Помогали Но Как Получилось Уже В этом случае От нас Отсюда Выбивают Не Красные Следовательно Что Правильно Следовательно Все равно У них Снабжения Нет И Они Будут Отступать И Да Мы Сейчас Сколько 5 Дивизий Красных Ну Там Одна До Этого Сразу Уничтожилась И Четыре Сейчас Оставались Уничтожили Супер Тут Нажимают Щиток Экспанса А ну Тоже Кончился Когда Они Это Делают Я Атакую Чтобы Они Боеспособность Свои Теряли Достаточно Эффективно Она Тяжкая Но Какая Есть И Тут У нас Один Из Последних Ивентов Нашей Политики Победа Над Церковью И У нас Есть Различные Варианты Что Сделать Я Думаю Приложение Зачитить Папста Пускай Ресурсы Политка Политка Они Идут Церковь Отказать Катастрофа Реально Катастрофа Ух Мы Успели Вот Видите Такие Вылазки У нас Очень Опасные Но Надо Аккуратненько Пытаться Все равно Что Сделать Потому Что Если Мы Ничего Не Будем Делать То Рано Или Поздно Мы Проиграем У нас Все Таки Страна Не Такая Большая Хотя Видите Количество Дивизия У них Сейчас Самое Большое Я думаю Не Последнюю Роль В этом Сыграл Наш Линдлист Как раз Такие Можно Немножко Еще Минога Закинуть Ну Давайте Вот так Больше Я Уже Поставить Не Могу 8000 Это Как Б Финальное Предложение Действительно Говоря Война Все Продолжается Причем Жесткая Достаточно Возможно Это Второй Этап Войны У нас Тоже И мы Почти Прошли По Всем Фокусам Осталось Сюда Как Тут Ивентик Сибирская Армия Держится На Запад Без Нормального Ивента Я Так Полагаю Это Что Это Еще Одна Российская Империя Вот Назвалась И Они Атакуют Россию В конце У них Выглядят Ну Такими Себе Но Посмотрим Чему Это Приведет Беларусь Кстати Говоря Я Вижу Захватили И Украина И Дон Кубань Перешли К ним Союз Наоборот К Савинкову Блин КСР у нас Нету Стала Политки Это Грустно Так Здесь Вот Нам Нужно Сделать Вот Так Почему Тут У меня Все Сбилось Чтобы У нас Шло Шло Планирование Но При этом Дивизия Не Ходила По Планированию Так Нам Кстати Говоря Инвестиции Идут И Мы Сберем Дефолтный Баф И Выходит Последний Фокус Мы Получили Бонус В категории Авиация Давайте Посмотрим Насколько Это Сильно У нас И 10% Серьезно И Это Все Мало И Вот Параллельно С очередным Окружением Вражеских Сил Мы Тут Заканчиваем Последний Фокус Возрождение Королевства Он Все Практически Реформировали Кстати Говоря Дивизия Где-то Наш Товарищ Проебал Неприятно Опять Вот Возрождение Королевства Есть Я думаю На этом Можно Эту серию Позакончить Ребят А с вами Бедлок Подписывайтесь Если вы Еще Не подписаны Лайк Комментарий Все Как обычно И до Скорых Встреч Пока Пока